Планета Дзюдо Владимиру Дмитриевичу Шкалову И сегодня мы покажем, как открывался этот бюст Кто присутствовали, почетные гости, слова в адрес героя сегодняшнего дня Этот бюст открывается в преддверии юбилейной даты 65 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Шкалова Он также присутствует здесь сегодня И мы предлагаем вам ознакомиться с этим видеорепортажем Так что добро пожаловать и приятного просмотра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для приветственного слова приглашается начальник Центрального спортивного клуба армии Полковник Артем Валерьевич Громов Добрый день, уважаемые друзья Я рад вас здесь приветствовать на диспетингендарном месте Аллея славы ЦСКА Это культовая для любого спортсмена Не только нашего клуба, но и вообще всей нашей страны Очень отрадно, что традиции, заложенные фактически 99 лет тому назад, продолжаются Двойне отрадно, что у нас есть такая возможность честовать наших великих спортсменов еще при жизни Я считаю, это очень правильно и это очень наглядно показывает связь поколений Но, Владимир Владимирович, представлять не надо Человек-легенда, легенда в своем спорте, в своем виде спорта, в своей деятельности Пятикратный чемпион мира по самбо Обладатель Кубка мира по дзюдо Заслуженный мастер спорта по самбо Советского Союза И мастер спорта международного класса по дзюдо И на сегодняшний день он является ярким примером служения Отечеству Продолжает на общественных началах развивать то дело, которым он занимался буквально-буквально Начал заниматься буквально не так давно, всего там, наверное, полвека тому назад Я надеюсь, что и это мероприятие, и все остальные мероприятия позволят еще раз рассказать о тех людях, которые достойны знать вся страна Поэтому решите мне от вашего лица, в первую очередь, поблагодарить всех вас, кто принял участие в этом мероприятии И предлагаю бюст Шкалову Владимиру Дмитриевичу считать открытым Звучит государственный гимн Российской Федерации 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 Какой-либо бумажки без подготовки, но я к сегодняшней встрече потрудился. Вы знаете, нам сегодня представлена на самом деле большая честь принять участие в открытии бюстера нашего земляка, сибиряка, многократного чемпиона мира, выдающегося дудоиста, заслуженного мастера спорта Советского Союза, вице-президента Федерации ЮДО России, председателя Совета ветеранов ЦСКА Владимира Викторовича Шкадова. Владимир Викторович, самбо – это отечественные дарности, созданные и получившие развитие в нашей стране, и ставшие олимпийским видом спорта, именно благодаря таким, как вы, мы к этому долго стремились, ваши достижения никто не в состоянии отменить, они вошли уже в историю. Бюст, который мы сегодня открываем, это признание не только ваших личных спортивных достижений, но и благодарность вам за огромный вклад в популяризацию развития судов, в популяризацию развития российского спорта. Спасибо вам огромное, и я очень горжусь, что вы, сибиряки, алтайцы, сегодня можем здесь присутствовать, поздравить вас с этим замечательным событием. Вы знаете, когда проходишь по этой аллее, мороз берет на кожу, когда слышишь тех, кто здесь есть, кого уже нет, никак здорово, когда мы увидим здесь тех, кто еще с нами живут, и мы можем к ним прикоснуться. Легенда, мы тебя любим, мы тебя обожаем, спасибо, благодаря таким, как вы, этот вид спорта стал олимпийским. Добрый день, дорогие друзья, очень приятно видеть много друзей, знакомых, с кем мы много боролись, общались. Сегодня у нас большой праздник, наконец-то самбист на заслуженное заняло место на этой аллее славы, нам это очень приятно. Владимир Дмитриевич, молодец, как обычно, одно слово, красавчик. С Володей мы долгие годы вместе были в сборной команде Советского Союза, постоянно жили в одном номере, и на чемпионате мира в Нью-Йорке тоже были в одном номере, тоже была большая кровать, одна на двоих. Хотел бы еще отметить, что Галина Павловна здесь присутствует, конечно, большая заслуга Володина. Наверное, не 99, 100% заслуга Галины Павловны. Она всегда по жизни рядом, она воспитала многих самбистов, и я тоже попадал под ее воспитательный процесс. Супер гостеприимная женщина, всегда нас принимала. Не знаю, Антон Владимирович Новиков есть, всегда мы были с ним в гостях, у Владимира Дмитриевича. Галина Павловна накормит, обогреет, даст правильное направление по жизни. Спасибо, Галина Павловна, что вы бережете нашего Володю. И вот сегодня у нас у всех праздник, у самбистов, поскольку вот этот бюст, это, конечно, многого значит. Я хочу сказать, что Володе через два дня, буквально послезавтра будет 65 лет, серьезная дата. Хотел бы, конечно, пожелать крепкого здоровья, чтобы оставался таким же активным, поскольку твоей активности нужно позавидовать. То, что ты делаешь для своей родины, для Алтайского края, вот этот фестиваль, и мы с вами больше тысячи детишек участвуют, фестиваль дзюдо. Ну, конечно, чтобы удача всегда была рядом с тобой. Спасибо. Спасибо, Галина Павловна, Владимир Владимирович, с наступающим юбилеем. Вот я могу сказать, что мне с профессией повезло, что я встречаюсь с людьми огромными, масштабными. И сегодня, но надо не забывать, что сегодняшний день – это ведь часть нашей длинной истории. И та, которая у нас за спиной тысячи лет, и впереди еще много. И я прикасаюсь по долгу, так сказать, работы долгую к историческим личностям. И понимаю, насколько… Вот любой портрет – это вроде бы просто изображение. Но мы понимаем, насколько за спиной, за лицом судьба, биография, значимость человека, влияние на молодежь, вокруг себя. И я благодарен судьбе и Сергею Фомкину, что он свел, и об этом зашла речь, познакомил. И могу сказать, что на таких людях, как Владимир Владимирович, вот вся история страны держится именно на очень больших людях. И вот этот русский характер, и сибирский, и русский, конкретно даже и Алтайского края, и Аби, наверное, все это отражается. Отражается в личности. И мне еще повезло, что в молодости, все-таки проведя на ковре, вот на одном Сергееве, я вдруг меня вернуло, так сказать, в этом возрасте, опять к этой теме. Поэтому я очень благодарен за доверие, рад, восхищен, и преклоняюсь перед такими людьми, на них держится наша страна. Большое спасибо. Виновник торжества Владимир Владимирович, руководители ЦСКА, дорогие ветераны и все ЦСКовцы. Несмотря на сложную обстановку, мы знаем об этом сегодня, на территории Центрального спортивного клуба армии все-таки знаменательные памятные события. На аллеере спортивной славы ЦСКА, которая была установлена в начале 80-х годов с легкой подачей начальника ЦСКА Ивана Кирилловича Покусаева, по инициативе политотдела, поддержанной маршалом Соколовым и главным политическим управлением, вот стали появляться скульптурные портреты заслуженных спортсменов и тренеров, которые принесли и внесли большой вклад в победу советского, ну а сегодня уже российского спорта. И сегодня мы чествуем одного из сыновей нашей страны, одного из лидеров спорта и лидеров спортивной славы ЦСКА Владимира Дмитриевича Шкалова. О нем тут много говорили, не буду повторяться, но он внес в свой вклад не только в победы, как маршал Соколов нам всегда ставил задачу, не менее 45% медалей на Олимпийских играх, на чемпионатах мира должны принести спортсмены ЦСКА. И эту задачу выполняли. Иногда с большим перевесом, иногда не дотягивали, за что получали соответствующие, как говорится, взыскания, там нахлопучки от руководства Министерства обороны. Но тот вклад, который внес Владимир Дмитриевич, он очень видный, весомый такой, заслуженный. И заслуженно открыть ему вот этот бюст, который будет вдохновлять, я думаю, вот на этой аллее спортивной славы молодое поколение спортсменов ЦСКА. Владимир Дмитриевич не только внес большой вклад в спортивную славу страны, России и так далее. Он еще находит в себе силы возглавлять очень многогранную, полутысячную ветеранскую организацию Центрального спортивного клуба армии. И находит многие добрые слова поддержки ветеранам, спортсменам, тренерам ЦСКА. Помогает руководству ЦСКА в патриотическом воспитании подрастающего поколения спортсменов. Он и доброе слово скажет на юбилее, и поздравит с днем рождения, и проводит последний путь. Мы тоже, так сказать, участвовали. И это очень значимо, когда руководители ЦСКА вместе с Советом ветеранов провожают на последний путь заслуженных наших спортсменов и тренеров. Спасибо, Владимир Ильич. Позвольте от имени 29-миллионной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации огласить решение Бюро Центрального Совета Всероссийской организации ветеранов и вручить нашему юбиляру-виновнику торжества памятную видаль за активное участие в ветеранском движении. Прошу, Владимир Ильич. Спасибо. Пусть она придает вам здоровья. Шивого финансового достатка, сердечной достаточности и легочного иммунитета. Много лета, Владимир Ильич. Дорогие друзья, я хотел бы от себя лично поблагодарить руководство ЦСКА, Совет ветеранов, что здесь вижу много моих друзей, много моих единомышленников, настоящих друзей по борьбе. Так сказали, что мы сибиряки, немножко другой склад, наверное, у нас. Мы привыкли добиваться всего сами. Я хотел выразить вам огромную благодарность. Я даже не ожидал, что столько людей придет поприветствовать и разделить со мной этот праздник. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.